Ибродского процитируют и текст разберут. Ярославль принимает участников заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников по литературе. За победу поборются старшеклассники со всей страны. Все подробности далее. Такого количества юных филологов Ярославль не видел давно. За победу на Всероссийской Олимпиаде приехали побороться почти 260 старшеклассников. Каждый лучший представитель своего региона. И литература для них не просто школьный предмет. Многие планируют посвятить ей свою жизнь. Я выбрала для себя направление литература и театр. То есть возможно сценарное дело, возможно режиссура. Мне это нравится и я это очень люблю. Победа на Всероссийской Олимпиаде дает право льготного поступления в ведущие вузы страны. Но чтобы этого достичь, участникам предстоит выдержать три этапа. Оценивает работы ребят конкурсное жюри. В его составе лучшие специалисты по литературе, доктора и кандидаты филологических наук, доценты ведущих кафедр страны по литературоведению. Каждый этап конкурса таит свои сложности. По черновику поэта нужно было восстановить его стихотворение. И эти задания второго тура, они всегда непредсказуемы, они каждый год новые. Мы каждый год стараемся менять вообще сам характер этих заданий. Опыт проведения подобных мероприятий у Ярославля есть. Символично, что первая Всероссийская Олимпиада по литературе проходила именно здесь. Это было в 1996 году. И вот теперь город на Волге вновь стал местом притяжения юных литературоведов. Мы надеемся, что у них будет хорошее настроение. Помимо того, что они здесь будут участвовать в конкурсном, скажем так, для них испытании, они еще познакомятся с нашим красивым гостеприимным городом Ярославля и привезут хорошее впечатление к себе на родину. Кроме этого, запланирован ряд мастер-классов не только для участников, но и для их наставников. До подведения итогов остается неделя. Впереди еще много испытаний. Ну а пока есть время вспомнить стихи любимых поэтов. Не выходи из комнаты и совершай ошибку. Зачем тебе этот воздух, если ты куришь шибку? Павел Волков, Антон Комаров. День в событиях.